На следующей неделе в Театре имени Волкова пройдут гастроли Ивановского драматического театра. Наши соседи привезут в Ярославль спектакль «Сотворившее чудо». И сегодня у нас в гостях исполнительницы главных ролей, артисты Марина Слепнёва и Елена Фролова. Самое доброе утро! Доброе утро! Очень приятно видеть вас у нас в гостях. Ну что ж, давайте начнём с того, что же за спектакль вы привозите, о чём он, и, насколько я знаю, он основан на реальных событиях. Да, спектакль основан на реальных событиях, которые происходили в Америке в конце 19 века. Спектакль о девочке «Слепо, глухо и немой», которая в возрасте 19 месяцев из-за болезни мозга потеряла способности видеть, слышать и разговаривать. Спектакль о том, как эту девочку возвращают в этот мир. То есть девочка выходит из своей коробочки, в которой она жила всё это время, и учительница пытается наладить связь её с миром, с окружающим миром. Ну и проясним для зрителей. Девочку играет у нас Елена, а вы у нас играете учителя. Да. Отлично. И, насколько я знаю, что девочка была довольно капризной. Было такое? Да, девочка была капризной, своенравной, но при этом она до появления учительницы, не сказать бы, что она себя чувствовала несчастной, она была для себя вполне хорошим ребёнком, ей удобно жилось. И, наоборот, появление учительницы для неё было неким препятствием. Ей стало всё её раздражать в мире, в этом стало. Но, тем не менее, именно такой способ заставил её, научил её говорить. А тяжело ли было вживаться именно в роли? Потому что наверняка слепоглухонемую девушку сыграть довольно непросто. Как вживались? Что для этого предпринимали? Ну, во-первых, мы ездили в интернат для слепоглухонемых детей в Сергиево-Посаде. Да, там целый большой, огромный интернат, там около 200 ребят живут. Ну, не все слепоглухонемые, но часть из них. Есть менее сложные, более тяжёлые детки разные. И мы наблюдали и за слепыми отдельно, за глухими, и за вот несколько троих мы видели, да, слепоглухонемых ребят. То есть диагнозом, как вот у Хелена. Мы за ними какое-то время, там около двух часов, мы там находились, там наблюдали, что-то конячное взяла. Потом самое сложное, мне кажется, в этой роли, это научиться, как вот мы видим глазами, а я даже когда прихожу перед спектаклем, я какое-то время специально на сцене уделяю этому, научиться видеть пальцами. То есть ты должен закрыть полностью глаза, и всё, что ты передвигаешься, перемещаешься, сначала идут пальцы, потом идёт тело и всё остальное. Ещё и обоняние, наверное. Да, я обоняние. Потому что они нюхают, да, потому что мы приехали, когда в интернат, детки сразу настали так вот нюхать, как собачки. Здорово. А получается, весь спектакль вы проводите с закрытыми глазами или нет? Нет, с открытыми. Ну, я просто, я для себя технически просто вот так глаза скашиваю и всё, ну, чтобы было так визуальное ощущение. Удивительно. А подскажите, пожалуйста, мы, насколько знаем, этот спектакль довольно молодой. Вы поставили его в 2015 году. Как принимала его, в первую очередь, публика Ивановская? Какие были эмоции? Они замечательно принимают. Они сидят настолько тихо, мне кажется, у них тишина в зале такая, что порой кажется, что есть ли вообще кто-то в зале. И очень хорошо принимают зрители. И взрослые, и дети сидят, и эмоции очень много бывают всегда. После спектакля делятся, и где-то встречают, даже узнают. Поэтому... Вот мы, пожалуй, больше всего переживали именно за детей, за школьников. Всё равно же приводят на спектакль старший класс, там, 9-й, 10-й, 11-й. И это всегда очень тяжело. Это уже не раз. Испытано на других спектаклях, что это начинает шуметь, а здесь, ну, подозрительно тихо. Очень странно. Получается, что прониклись, да? Да, да, да. Даже школьники. И они нам, конечно, очень помогают вот этим своим соучастием. Поэтому нам бывает с их помощью играть. Это прекрасно. А подскажите, вот в Волковском, мы знаем, у вас будет дебют. Какие у вас мысли, какие, может быть, ожидания, что-то такое есть? Ну, мы очень волнуемся, конечно. Мы и сейчас ехали, очень волновались. Поэтому, конечно же, волнение. Такое волнение, что иногда всё так сдерживаешь. Мы будем надеяться, что... Я уверена, что у вас пройдёт всё отлично. И волковская публика примет вас тоже с распростёрными объятиями. Но вот давайте поговорим о ваших будущих, может быть, планах. Вот сейчас у вас гастроли. Что планируете дальше? Какие ставите спектакли сейчас, помимо ещё «Створившие чудо»? Ну, у нас готовится к постановке спектакль «Лавина» турецкого автора сейчас. И в перспективе будет, наверное, ставиться «Мамаша Кураж» Брехтовского. Брехта. Здорово. В будущем отлично. У вас, как вижу, планов громадьё. И я вам желаю успехов, безусловно. Ну и, конечно, самое главное, на волковской сцене пусть у вас тоже обязательно всё получится. Ну, а у нас в гостях сегодня были исполнительницы главных ролей артисты Марина Слепнёва и Елена Фролова, которые рассказывали нам о гастролях Ивановского театра со спектаклем «Створившее чудо». Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо.